как будто трубаками воняет трубаками как будто воняет я рыгаю пошли быстрее куда идем пошли на набережную пошли там не воняет хоть пошли что-то у него после окрошки хреноватенько походу еще в понедельник сделать бляха ну слушай сами ты не обессудь но если ты будешь рыгать я буду снимать все хорошо чтобы видели что в анапе травят людей пошли на пляж еще водоросли понюхать вот полезность и отдавать смотрите вот запах просто рыхать буду фу ляха муха и все выключая камеру будут отташни торгать будут вы сейчас оттуда приехали сюда вот скажите а почему пожалели и воняет скажите говном каким-то она каждый год все хуже и хуже да так что все приезжайте к нам в крым город судак были вот понравилось скажите вот ребят роднулькины это самые живые правдивые отзывы приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на ютубе вокруг крыма ребят если вы смотрите этот видеоролик еще без подписочки я вам рекомендую подписаться поставить колокольчик включить все уведомления сегодня ролик обещает быть самым клевым самым позитивным информационным веселым вообще крутым сегодня мы вместе с александром михайленко объединились и едем на юга нашей необъятной родины на курорт сегодня выходной день и мы решили поехать на море да вы не услышались мы едем именно на море но на курорты краснодарского края город курорт она по смотрите сейчас у нас рассвет в поезде мы наблюдаем с вами эту красоту я не знаю как камера передает не передает хотелось бы чтобы передавала но окна немножко грязноватые плохо на работе и едем на электричке до самой анапы вот он уже вам пилит контент я нарядился очень-очень легко 10 градусов тепла с холодина невыносимая а я еду на море лето на улице середина сезона уже середина лето жара пекло но 10 градусов почему-то погода у нас немножко подкачала роднулькины мы на какой-то станции станция останина впервые я здесь нахожусь никогда здесь не был смотрите какой шикарный рассвет среди туч просто посмотрите солнце встает хотел попроситься машинисту в кабину но мне сказали нельзя не хрен тебе там делать хотел прямо из кабины машиниста снять он такой шикарный шикарный расцветка доставала солнышко но меня к сожалению не пустили а так бы с этого поезда было бы хорошо снять надеюсь погода не подкачает мы с александром вам запилим крутой контент уже придумали что будем делать так что не переключайтесь и самая важная информация ребят по поводу трансфера надежный трансфер по крыму с материка с краснодарского края в краснодарский край трансфер который уже пять лет на дорогах наших крымских и без одного единой без одной единой жалобы так что эта информация будет вам очень полезно делитесь с ней со своими друзьями родственниками знакомыми они вам будут очень благодарны и записывайте сохраняйте себе номер или визиточку делайте скрин сразу после моих слов будет заставочка очень важная информация междугороднее такси по крыму только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку крыма самые доступные цены и хорошие автомобили запланировали отдых в крыму не забудьте сразу заказать трансфер мы на связи 24 на 7 вайбер вот сап telegram с нами надежно и комфортно ну что может керчи вокзал керч станция вот так вот выглядят и еще чуть-чуть и едем прям на крымский мост сейчас буду вам показывать крымский мост дождь прошел он там вот конкретно вот тучи прошли но в анапе надеюсь солнышко холодно дубак замерзли в поезде конкретно конкретно замерзли родной кино я уже вижу впереди арки смотрите уже море немножко после дождя стеклышки в капельках александр михайленко зажал нам дать свою футболку шик я вышел протер стекла арки смотри вижу уже ребят сбылась еще одна моя мечта на поезде проехать по крымскому мосту никогда не ездил все люди достали телефоны смотрите море так там где-то дождь должна быть какая-то крепость дальше какая красота крымский мост сделан на века видите крым самое безопасное место вообще в мире и и никто даже на него не сможет покуситься на его безопасность покушиться покуситься от подарка виден все да там плохо видно а вот сейчас теперь мод пойдет на убыль и здесь будет тоже классно видеть автомобильный мод мчит и он сейчас будет уходить вниз а мы будем наверху смотрите в ура туристы едут опять смотрите по крымскому мосту смотрите ребят может быть кстати в именно вы в каком-то из этом вагоне помахайте рукой проехали вот так вот выглядит крымский мост с иллюминатора поезда а что ты говоришь на поезде а ты на поезде не в первый раз приехал до на самом первом поезде ехал в крым сколько-то за ролик у тебя набрал просмотров ты тогда ехал со всеми блогерами до до меня было 19 тысяч подписчиков 19000 все мы уже по ходу на полуостров там а заезжаем с этой стороны вы вообще видно масками да архивы коза моря в арке все было в море сады какой что и вон корабли по ходу охраняем нашу безопасности и я имею ввиду дождь и корабли торговые корабли какие портовые это корабли которые охраняют нашу безопасность ребят нашу слабость там александр михаленко говорит что снял меня как я спал храпел ребят я не спал это было реально голодный обморок голодный потому что даже пирожка никакого нету даже видите он он не может встать даже я спал я проснулся от того да я не храпел я притворялся я притворялся я это была игра актера это была игра актера все можем чем по краснодарскому краю и еще часа два нам ехать до анапы но я надеюсь меньше а я ничего не удалял по столицу нет не хочу удалился очень плохо что на крымской железной дороге нельзя купить нигде даже пирожка понимаете все запрещено почему-то причина продавать делать это как-то централизовано да там на каждой станции какой-то будка железной дороги пусть продается пирожок люди голодные едут уже желудок вместе с хребтом встретились уже понимаете все потерял полностью сознание наконец-то свершилось это чудо сие чудо мы приехали на вокзал на по человек который в зимней одежде ты бы еще пальто одел бы давай камеру сейчас да я удалю ролик да я удалю ролик и все потопа давай я подержу удалю ролик буду удалять это прикалывается что ли ой смотрите чай надо где-то сейчас выпить горячего чая и я не понял как туда пройти подземные переходы пирожков съесть капустой чай надо горячего мне уже горло были кстати замерзли конкретно если честно вещах я быстро придел но короче вообще даже не знаем куда ехать мы его нахер сколько раз ты тут был я очень надо было на тебя они о продукт его заходим я пошли чай пошли чаем люкс такси какой там собой а что это за поезд в смотри какой давай сфоткаемся здесь нам нужно фото ребята вы в прямом эфире на миллионную аудиторию привет кому хотите передать давайте ну так ты скажи куда в какой город в электросталь мама из электростали тебе от дочки большой привет а куда дальше вы едете в крым понял хорошего отдыха вам а поездки хорошие так а куда он делся ребята что потерял михаленко все писец как мороженое не хочу как горячего чая бы бахнет это было бы классно короче пока я общался с малыш с малыш лендей малыш лендей куда-то делся а вот да давайте точаем давай где-то чая горячая да я этот город знаю как свои пять пальцев пошли где-то горячего чая бахнет роднолькина смотрите такой большой хаги-ваги александр хочет и жмет бабок что ты не покупаешь у меня нет аналика я приехала на вот друзья в нереально нет наличных денег ладно я тебе разрешаю на нашем канале опубликовать свой номер меня все на карте можно карты можно рассчитаться сколько он стоит тысячи рублей недорого будешь не в эфиры проводить я помню короче вызвали такси александр вызвал номер 603 белый opel стоит нас ожидает где где он вообще стоит хрена вот знаем нету никакого белого опеля здесь одни датсуны да улада какие-то да вон там пешеходный переход да да пешеход в этом не удачи бы поехал да он дальше не мог поехать он не проезжал проезжал по карте по карте это может карта включат короче приключения уже начинается супер ты же в жиг столовая шашлыча номер один добро пожаловать как она пошли узнаем здравствуйте к шамана есть понял нету идем дальше решил не то что решил а очень сильно хочу до какого хрена не запрещено съемка нигде какая разница это общественное питание а вот это не столовка тарел а бляха-муха три мишки тела там и без бабок останется вот вот второй азис о пошли да вот здесь да нарушитель правила для того и придуманы чтобы их нарушали ухты террасе полицейские на чем ездят здесь офигеть прикольно так попали в столовую суши на салатики какие-то вон ты что любишь окрошка на кефире салат какой-то да ты будешь или дальше пойдем девушка манная каша есть у вас рисовая молочная вот ее буду точно так что ценников нигде нет я а так вот ценничка ребят короче от обычной такие нормальная цена вроде бы до 1 125 родная он только нож отварной тоже не сырой отлечу сейчас так ребят взял себе молочную кашу это рис с молоком пирог пирог сыром называется а чмо короче какой-то пирог сыром а чмо и чай с лимоном и все вышло на 407 рублей у тебя на 350 чем-то 2 блин это тоже дорогая позиция чмо ты чё ладно попробую потом скажу стоит такое брать или нет рублей то хер ну что родной кино зарядились энергия позавтракали сейчас будем пилить контент я именно хотел молочной кашкой хотел манной но манной не было пришлось рисовой 407 рублей обошлось именно мой подносик скажу так сравнение судакскими ценами в столовках да в обычном как и здесь обычного столовая золотой оазис она может слова золотой но судаке на 407 рублей можно было бы взять всего больше и точно так же вкусно здесь тоже было вкусно вот это акма или ахма как там и пирог называется достаточно очень вкусный каша была вкусная так что 1 плюс в пользу судака много я не наговорил я сказал что в судаке за эти деньги я бы больше всего набрал бы конечно ты залгута кстати совсем случайно заметил второй минус в этом году почему-то на по раньше мы сюда приезжали она по для нас было эталоном какой-то красоты или чего-то там я не знаю ухоженности чистоты что-то в час приехали асфальт тротуары грязная раньше не вымытые были мусора никогда не было вот ли урн всегда чистые урны были пустые чистые а я знаю я на пуза как свои пять пальцев там знаешь спасал что-то мусора конечно да и в этом году что-то она по с мусором плохо борется если честно не знаю почему ну что-то я если честно сейчас в расстройстве и она по такую никогда не видел я никогда не видел такую грязную она по вот честно да он листья все я не знаю что-то в этом году она по не убирается куча бычков сигарета я вижу никогда раньше ты идешь по напе даже бычка не увидеть нигде до трешня конечно теперь я понимаю почему люди выбирают поездку свою отпуск планируют в крыму да спасибо что это спасибо все понял трешня конечно вот аквапарк с левой стороны какой-то анапске так оказывается здесь еще какие-то столовки есть но мы уже выбрали ту ну прямо на пляж пошли пройдем зайдем посмотрим что на пляже спасибо большое спасибо мангал вот этот мангал карту ничего не запрещено да это миллионов туристов нет в анапе потому что тоже самолеты не летают в анапу сейчас на сегодняшний день забит сочи полностью курорты ближайшего сочи и ближайших курортных городков мест населенных пунктов короче ну вы знаете что хочу сказать пляж облагоустроен и сцена и там сцена какие-то лежаки его все есть песочек единственное что от в анапе косяк жесткий да это мелководье мелководье конкретно посмотрите пляж далеко не пустуют прикольно он чувак на качели катается на тоже мне там так покататься лету и в анапе море проваливаюсь куда-то проваливаешь песок ну 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 что хочу сказать водичка непрозрачная издает какой-то запах неприятный похоже на на канализацию не хотел бы я говорить пошел запах какой-то знаете по собой нет конечно я не купаюсь на ноги помочить вон он деревянный причал я понял что воняет не дает неприятный запах а до черный какой-то песок без перегнившими наверно водорослями да уже да чумашка тамаран возьмем поплаваем вот смотри вон там вообще движуха какая крутая ой провалился вон ну что скажу пока все хорошо идем дальше здравствуйте девушка почему шезлонг у вас сколько 400 на весь день один понял так смотрите 400 рублей стоит один шезлонг на целый день а ты откуда узнал что 400 рублей что ты расскажешь а кто ты узнал сколько стоит шезлонга я понял здесь как будто перепахали все вы знаете что я вот хочу сказать вот мое мнение да здесь уже нахожусь минут наверное 15-20 на пляже неуютно неуютно неприятный запах идет с моря правда не уютно не знаю я бы не хотел бы отдыхать в анапе раньше нас хоть город радовал приезжали он чистенький всегда классно был офигенный обалденный в этот раз что-то не ухожка какой-то он смотрите вот запах просто рыхать сейчас буду ляха муха и все выключая камеру будут отташни торгать будут родной к нам по всему пляже в анапе как она поборется с этими водорослями которые воняют лежат них выгребают и вот они лежат а потом наверно куда-то вывозят их они здесь вот как михаиленко играть лежат выделяют льет льет полезности полезности отвратительный я сейчас уже обрагаю скоро вот самое интересное знаете что у нас в крыму каменные бетонные мощные причалы в аварийном состоянии закрыта здесь вот непонятно деревянный мостик какой-то да на основном сети тоже деревян ну так он открытый внутренний закрытый до катера когда туда там так а надо перелазить да как-то да класс а чё не и не могут открыть калитку то а для чего люди ходят прыгать там будут отвокупаться или что проходи конечно я посмотрю как ты лазишь и я полезу так с ним ну может быть сюда вот так вот пролезет у меня подходит это самое давай помогу наверное тебе давай давай об сюда саде давай оп я тебя держу так идем по этому деревянному причалу а я забыл вы знаете что спросить а вы здесь отдыхаете в анапе а как отдыхается вообще классно а море а в крыму были когда-нибудь а в крыму были когда-нибудь вот лучше бы в крым приехали сравнили там нету такого неприятного запаха что водоросли внеют пока цветет я понял но это недолго недолго да вокруг крыма называется в ю тубе подписывайтесь вокруг крыма запомнили хорошего отдыха вам так идем по причалу дальше немножечко опросил людей всем нравится горят отдыхать лучше чем сочи и лучше чем в адлере там грязное море а в анапе вот видите чистое море а что чтобы говорить про крым крыма море можно сравнить только со слезой младенца одумайся она вернется к тебе не надо да вернется она простит слушай как ты так скучно накосячил такое что ты решил это самое будешь прыгать ну давай ну давай как ты умеешь сальто умеешь сальтуху мутить давай рыбкой потом в ю тубе на канале вокруг крыма посмотришь тебя есть ушел прогрел от а рыбка слушай так здесь фотосессии давайте ребят фотографирую или сами я сегодня вообще хорошим настроением давайте iphone какой бля был бы 13 уже убежал бы шучу конечно так с ногами да ребят готовы готовы раз два три так как квадрат это что такое квадрат давайте раз два три раз два три посмотрите если чё еще повторюсь пойду пока приду хорошего отдыха как отдыхается в анапе откуда вы приехали я понял а вы где-то еще отдыхали на море где там не понравилось а здесь лучше или там лучше где лучше там лучше в адлере а вот или ребята говорят в адлере сочи не понравилось им не знаю говорят море грязное вынючее что-то там такое а в крыму были вот приезжайте в крыму вас будет чем сравнить youtube канал вокруг крыма подписывайтесь но я думаю может не забудьте вокруг крыма ну подпишите в телефоне ваш интернет есть уже подписывайтесь 37000 уже можете подписывать интернет же есть но подписывайтесь хорошего отдыха вам так а мы идем дальше вот так вот ребят тяжело приходится тяжело приходится набирать аудиторию приходится сфотографировать видите общаться много конечно нелегко нелегко тратите ребят а вы отдыхаете в анапе или местные а куда приехали как вам в анапе нравится где еще были на море крыму были скажите вот вот вы везде побывали где лучше отдыхать везде круто отдыхать отдыхать вообще круто везде ну где лучше но вот так вот она поле крыму что где больше египет да нет и заморские берега мы не берем наши отечественные курорта конечно а лазаревская это под сочи там да я понял ну все будете в крыму милости просим youtube канал вокруг крыма подписывайтесь хорошего отдыха вам так видите у всех вот мы уже несколько людей опросили несколько компаний да у всех разное мнение кому-то кому все я не знаю вот по поводу танапы не знаю это было бы последнее последнее место куда бы я рассматривал ехать отдыхать в анапе высокого там далеко но мы там были у нас есть оттуда видеоролик ну просто нет сам город как бы да и здесь и развлечения все 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 как бы есть но моря здесь большой минус ужасное море все вонючая я как вспоминаю здесь классно да надеюсь что для этого дурного моря пройти надо смотри полкилометра идти да но рыбаки ловили рыбу здравствуйте ребят чок льет барабуля кефаль ставритка камбала осетр катран а что а что правда есть покажи хорошего что поймал хоть правда есть барабулька и ставрит а где посмотреть однако битончики рыбка у вас лежит тут можно посмотреть смотрите здесь рыбаки хвастаются уловом своим угу а вот это большая то что за рыба такая скат того может током жахнуть это двигается не электрический морской кот а морской котик у этого аккумулятор а у него уголок иголочный шкафе вы ему отрубили вода уже может этим хвостом как жахнуть рука отвалит будет болеть отвалится но поле вот хорошо закрывать спасибо понял нет я не пробовал на один раз пристрелил я один раз пристрелил под водой о это что за рыбка покажите покажите как выглядит барабуля султан к 40 метров до так барабульку ага есть смотри этот тоже султан к да ну да это маленькая султан к маленький не вырос что еще сколько у тебя тут много рыбки да это так вот да и валенки там тики файл не все даки фальдо нет я камеру давай давай давайте дай у нас тоже можете зацепить было ничего страшно на 2 есть глаз чё нам для чего природа человеку до 2 года чтоб один глаз можно на крючке оставить ну что провели немножко времени с рыбаками подбодрили я сейчас солнышко выйдет может быть искупать лучей пошли может я не могу в этом море купаться я приеду в крым и в крыме искупаюсь я в крыме искупаюсь я знаю я специально говорю неправильно чтобы чтобы больше писали комментарии тоже я я тоже так делаю специально что больше комментариев а уже открыли или там дальше а там дальше здравствуйте откажите пожалуйста вы отдыхаете ли местные откуда приехали иваново я понял город невест скажите а вы где-то еще по морям ездили ли а где больше всего понравилось крыму правильно а чем в этом году не поехали вы сейчас оттуда приехали сюда вот скажите а почему пожалели и воняет скажите говном каким-то она каждый год все хуже и хуже да так что все приезжайте к нам в крым город судак были вот понравилось скажите вот ребят роднолькины это самые живые правдивые отзывы ю тубе канал называется вокруг крыма подписывайтесь хорошего отдыха вам до так еще идут люди сейчас еще попробую опрос сделать здравствуйте скажите пожалуйста вы местные отдыхающие откуда приехали лабинска лабинска вы еще по морям где-то ездили а где больше всего понравилось сочи сочи а в крыму были в крыму не понравилось а вот больше всего где я понял ваника хорошего отдыха вам всего доброго видите людям с очень нравится хоть я и пытался вытянуть что им крым нравится нет им понравилось больше сочи ну и что видите на вкус от тебя товарища нет ну она по это конечно да девчонки это так мелко туда прикольно водичка теплая привет кому хотите передать канал называется вокруг крыма в ю тубе завтра послезавтра а вы подпишитесь точно а донаты отправлять будете донаты отправлять будете на youtube вокруг крыма девчонки подписывайтесь все хорошего отдыха а вы где-то еще были на морях где были где а на азовском а где больше всего понравилось а как вообще здесь клёво отдыхать нравится да понял в крыму были не понравилось нормально но здесь лучше да я понял а в крыму ничем не воняет чистое море так что приезжайте в крым хорошего доходить вот смотрите вот воде плавает вся вот это вот водорослина которая вырабатывает здесь йод со специфическим запахом да сейчас главное опять ребята если честно прям мод подмучивает так как будто трубаками воняет трубаками как будто воняет я рыгаю пошли быстрее куда идем пошли на набережную пошли там не воняет хоть пошли единственно один большой плюс это широкий широчайшие пляже в анапе да здесь можно он и волейбол поиграть и там и там и там с детьми и позагорать места хватает реально всем и такое ощущение что пляжи полупустые хотя просто не очень широкий но такие пляжи есть и у нас в крыму особенно евпаторийское побережье черноморская где вот такие тоже широкие большие пляжи так что здесь как бы не знаю плюс до широкие пляжи есть плюс но минус говняное конечно море туалет в анапе стоит 30 рублей и даже без завтрака скажи даже завтрак не включу ялти зеркально крутой туалет инновационную надо было кстати подснять да ладно потом еще пойду когда сюда мы вправо пойдем подсниму сколько точек это твердовая ребята отдыхающие массово что будут бежать с пляжа потому что начался дождь как мы можем заметить все накрывается пленкой а шлепки не растая да все нормально о шампуры здесь все есть не может быть на неправда это все все везде пленки везде пленки хорошо что они есть просто если бы их не было чтоб тогда делали сейчас будут отдыхающие массово бегут с пляжа вот сейчас будет кладком пляж центральный пляж центральный охладись вот смотри уже начинают бежать нет комета ракета другой это путь будет комета очень громкие названия как всегда михаиленко говорит отдыхающие массово бегут да потому что воняет пляж вода воняет короче зашли мы на пляж все люди массово прям собираются как думаете ливень будет драться думаем что будет прям мощный будет не мощно думаю а вы откуда приехали именно мысль это где-то работе от авропольский край а где-нибудь еще ездили по морям в этом году нет я не в этом году прошлом подопрошлом в крыму были ему были а я больше нравится здесь или в крыму то везде по-своему да и в крыму есть места хорошие я понял ты были в пеодосии были судаке были судаке вот значит все зря короче были в крыму до хорошего отдыха youtube канала вокруг крыма подписывайтесь канал в ютубе вокруг крыма невиномыску привет всего понял передадим всем привет а ты что выключил эфир все короче ребята отдыхающих уже все и отдыхающим он массово побежали с пляжа не спешит это он бегут бегут вот это не останавливайся даже трусит камеру и говорит трясется камера единственно какой большой плюс на каждом углу есть туалеты по 30 рублей туда даже завтрак не входит вот она все мы идем прямо мы отсюда пришли до порез кто-то идет на пляж кто-то с пляжа он массово все массово бегут вы помните эти названия друзья роднолькины у одного известного блогера популярного вот эти названия отдыхающие массово бегут да массово смотрите массово прям выходят массово что случилось наверно до того что вода цветет люди не хотят купаться в море в этом водоросли воняют гниют прямо пошли туда нашу смотрите другой участок набережной это возле золотого пляжа вот золотой пляж до какой-то не знаю инсталляция кафе ресторан что это вот золотой пляж и вот здесь вдоль аквапарка вот здесь уже цивильная прям крутая набережная людей в аквапарке как обычно нифига нет просто люди не хотят тратить деньги на какую-то непонятную аквапарка да они приехали к морю хоть и море вонючая пляжи вонючие но все же это морская вода поглубже заплыть покупаться можно не все ж такие как я сразу рвотный рефлекс срабатывает а дождь сильнее сильнее начинается коктейльные домики надо посетить в аквапарке да пустой аквапарк там люди немножко гуляют приятного аппетита вам таня фотка и быстрее на заставку на заставку нет не нашел за 100 тысяч рублей но с уровнем это мало давай больше вместе давай больше пока ты хоть ну хотя бы пару тысяч тысяч рублей давай пару тысяч давай пару тысяч тогда нет здесь 2 там 2 там 2 8 тысяч до блеха муха да здесь набережная такая и вот инновационная здесь хорошие такие ограждения стеклянные с красивыми такими наклеечками лавочка очень удобно и тоже с фирменные массово массово покидают пляжи мужчина не снимает раз вот я я хочу с вами поздороваться привет здравствуйте вольфович жив так дети не теряемся не теряемся что потеряетесь будут вас потом полиция искать так все окончился можно идти купаться а вы отдыхаете или местные откуда приехали пензо я понял а где мать еще ездили по черному морю в этом году нет вообще когда-нибудь крым нет то есть нечего охранить где лучше понял когда прийти в крым когда прийти в крым я понял приезжайте хорошего отдыха вам всего доброго так ну а что здесь ничего нет просто тоже так же на вес сидят люди кто наша блога кто на подстилочка что-то хотел увидеть потому ли у берега там люди идут и рыгают их тошнит от этой воды зачем о смотрите на пляжах вот как его рассортировочные мусорные баки вот это правильно сделали вот это плюс здравствуйте можно вас просить ребят вы местные отдыхаете откуда приехали а где-нибудь еще на черных на побережье черного моря где-нибудь отдыхали когда-нибудь не именно в этом году или там вчера где были я понял крыму были бляха-муха вот плохо то хотел спросить где лучше лучше здесь почему спокойно понял все ладенько хорошего отдыха вам всего доброго еще хочу заметить от очень красиво оформлены кафешки но не все есть обычные такие а вот именно красивые со статуями смотрите красота здесь даже вот ребята вы из какого-то лагеря с какого как называется а я по это военный лагерь какой-то военный да все подписывайтесь ютубе на канал вокруг крыма придавайте привет пока есть возможность кому хотите передать всем привет нашим родным кто живет город перим привет всем первым привет вам из анапы от патриотов россии выше теперь на эту часть анапы просто обалденный фонтан классный фонтан кайфовый шары вот эти так необычный фонтан но море в анапе конечно зашкварное не знаю конечно тех блогеров которые популяризируют эту анапу с таким морем видите зима анапу кстати я не помню как имя юрий юрий вроде бы зовут блогера точно 1 знаю юрий юрий вот он прям распирается крым для него плохое она потом святейший город а вот и неправда красивая погулять до подыхать поплавать покупаться в море нет только крым природа где горы где природа нет только крым так что роднулькины не знаю если ехать отдыхать минимум в крым минимум на по фото зоны какие-то есть красивая улица набережная с фонарями с фонарями красивыми но отдыхать кайфовать в крыму это факт смотрите тоже набережная первый этаж пляже здесь конечно нет купаться не здравствуйте откажите пожалуйста вы местные ли приехали оттуда приехали понял а скажите пожалуйста вы в крыму отдыхали когда нет понял тогда вопрос отпадает да youtube канал вокруг крыма подписывайтесь на детки на кораблике а чё ты михаленко не залазишь тоже с детьми на корабль ты бы с ними вписался твоя аудитория твоя молодей молодейшая аудитория еще будем сидеть здесь на где маке сине нашли мы же хотели зашкварить киевсе было было мы там гуляли ходили не помню до проходили мы там гуляли да а вот это что натянута ты спрашиваешь это натянута вот водные лыжи тушат куда стоит покататься твои узнаем а почему ты думаешь я не смогу конечно да давай попробуем смотри как далеко едет не то что на этом как в марсианском озере здесь вообще он далеко к тема прикольно так выстроена аллея арт-галерея то есть все художники все собираются здесь и предлагают все свои привет передавать а кому хотите передать привет всем судак чанам всех привет всем моим подписчикам из россии подписчикам вы что-то вы его знаете всем хорошего настроения приезжайте в крым как видите ваннафия что ваннафия хорошо но скучновато по городу так ходить мне не нравится а море купаться воры были о море гор нет а море и поехать на сука там по гора там горы вроде бы да можно в горах побродить сука нет гор там нет но есть города на море до озера но либо куда-то море вот меня больше всего беспокоит море море друзья вонючая от полючая дары гачка как как дары они полезные как пишут подписчики мои такой же показал молили сказали это полезный водоросли это йор кому отправить кому эту пользу отправить на такая вода мутноватой сегодня она всегда здесь такая я ни разу прозрачной воды здесь не видел на пару дней можно приехать здравствуйте девушка можно вопрос вот вы очень грустно сидите вам не нравится отдыхать в анапе вы местные я в шоке а для чего для канала в ю тубе давайте напишите вокруг крыма да таковы для чего просто погулять приехали а сегодня обратно домой тоже на электричке или на машине подвезете нас нет вы не рулите у вас родители за рулем я понял то нам не с кем ехать домой мы в судаке живем я знаю я услышал все подписались да да завтра попри завтра будет ролик серьезно нифига себе хоть одного подписчика ты встретил нет вот девочки в моей подписчице скажите да ну ребят что хочу сказать роднолька без приключений не происходят александр здесь уже говорит вызывай если что скорую если я буду что сознание терять что-то у него после окрошки хреноватенько походу еще в понедельник сделать бляха ну слушай санют и не обессудь но если ты будешь рыгать я буду снимать все хорошо чтобы видели что в анапе травят людей пошли на пляж еще водоросли понюхать и вот полезность и и давать хочу у меня подтошнило жестко жестко просто на пляже да здесь как нам надо идет а пострелок а мне в организм такое ощущение что там какой-то могильник и воняет как бы трупаками какими-то таким трупаками я не знаю мертвыми котами собаками мертвыми котами собаками когда заманиваются я не знаю что это музыка была не знаю там у людей о да точно короче увидели к фкф си да вот показываю идем к и все пить кола или есть мороженое это у меня плохо у тебя то чё я предлагаю знаю что раз это американская сеть заказать и заказать заказать и уйти нет получить заказ а где за буковка за что они поддерживают россию а ну-ка заходи ну заходи вы долго находиться можешь людей на молнии да вкусно и . идем искать это заведение вкусная . но это вообще на выезде там не долго ждать поляна не знаю а вот надо на этом заказать идем по анапе одна девчонка нам девчуля судака заказала чипсы нори фикс прайсе ищем фикс прайс ребята что если вы не знаете что привести подарок девчонки судака фикс прайсе продаются чипсы нори она нет она и судака девчуля если тоже любишь чипсы нори да и вот я взял с собой рюкзак сейчас буду полный рюкзак буду набирать чипсы нори если они конечно есть надеюсь что есть не доставим биться за чипсы все ряда то будем биться за чипсы шо лдпр флаг на что-то так увидел фикс прайс надо побыстрее да не беги михаиленко а сметаем с полок все корзину корзину здравствуйте всем здравствуйте важная новость на канале вокруг крыма скоро выйдет новый видеоролик спасибо большое так кидай сюда есть данные морская каминами нори обжаренная кунжутом масле да сейчас я и ломки отправлю фотку спрошу вот так вот набираем много а ты себе сколько берешь так ладно сейчас я у них прошу вообще сколько взять целую корзину набрал сейчас прошу но я думаю да